Привет! Вот и наступила осень, и не такая, когда хочется идти по залитому солнцем парку в стильном пальтишке пиная листву любимыми найками, а серая, промозглая и холодная. Хочется заварить чаек, обложиться котами, собаками и втыкать ютубчик, больше ничего не хочется. Собственно этим и займусь, но только после того, как расскажу вам, что же произошло на этой неделе. Google показал пиксели, что ж, последую их примеру и я. Социальный взрыв в интернете, почему ВКонтакте сделал обрезание и почему это не конец, громкий и качественный окей гугл в каждой комнате и вавилонская рыбка, браузер за тысячу долларов с неприкаянной палочкой, ну и традиционно немного о кино и музыке, поехали! Каждый сентябрь мы узнаем, как будет выглядеть лучший айфон этого года. Это привычно, понятно и просто, а вот с андроидом куда сложнее. Самсунги, сони, элджи, конечно же сяоми, каждый из них после выхода может стать тем самым лучшим андроид смартфоном, но не на год, а на пару месяцев, ну или на пару часов, тут уж как повезет. Но есть и на зеленом роботе вечные ценности. Смартфоны от самого гугла, и вот он на этой неделе анонсировал две новиночки – Pixel 2 и Pixel 2 XL. Первое, что бросается в глаза…да в принципе ничего особо в глаза и не бросается. Дизайн младшей версии – это доработанный напильником первый пиксель со слегка увеличившимися габаритами, с закругленным по краям стеклом, торчащей камерой, оформленный а-ля дверный глазок, все еще огромными горизонтальными рамками, которые впрочем оправданы фронтально размещенными стереодинамиками. Дисплей 5 дюймов OLED, разрешение Full HD, второй XL изменился сильнее – это, пожалуй, самый рамочный из безрамочных смартфонов. Заявочка вроде как есть, а по факту шестидюймовый P-OLED дисплей занимает всего 76 процентов передней панели. В корпус тех же габаритов, что и у первого пикселя просто вписали дисплей побольше. Ну ок, неплохо, тем более что стереодинамики тут спереди. Новые расцветки выглядят неплохо, а вот названия просто гениальны, вроде голубой, чисто белый и тупо черный для младшей модели, просто черный и белый бим черное ухо для старшей. Никаких тебе космических серых и прочей замытий, мы с пацанами котируем такую простоту, ёп. Появилась влагозащита по стандарту IP67, пригодится, учитывая море слез, которое прольется по поводу исчезнувшего трех с половиной миллиметрового джека. Несмотря на чуть увеличившиеся габариты пикселей, места для него не нашлось. Вот вам в комплекте переходник с USB-C, не потеряйте, а то отдельно за 20 баксов придется докупать. Год назад троллить Apple за отсутствие джека, а через год сделать ровно то же самое. На этой презентации объектам насмешек избрали лишний, по словам гугл второй модуль камеры, мол это маркетинговый ход, выкачивание денег и с одной камерой можно добиться ровно таких же результатов благодаря нейросетям и умным алгоритмам. Ставлю 20 гривен на то, что в пиксель 3 второй модуль все-таки вставят, запомните этот кадр. Ну а пока гугловцы представили портретный режим, который и на одной камере по идее будет давать аналогичные айфону результаты. Режим был давно, но теперь благодаря нейросетям обещают что он выйдет на новый уровень, в том числе и для снимков на фронталку. Возможно со временем так и случится, а пока судя по снимкам сайта DxOMark заявления слегка преждевременны. Особо удручают результаты работы цифрового зума, впрочем портретный режим айфона поначалу тоже не блистал. Мегапикселей в камере как и раньше 12, а вот остальные характеристики улучшились, появился отчистки стабилизатор светосила стола 1.8. Это по идее должно улучшить и без того хорошие снимки при плохом освещении, единственное что смущает это уменьшившийся размер матрицы. Видео пообещали одно из лучших – 4К 60 кадров нет, как и 240 в Full HD, зато есть гибридная цифровая оптическая стабилизация во всех режимах, а не только в разрешениях ниже 4К, как в большинстве других смартфонов. Характеристики скучнейшие, флагманские, так что вот вам просто цифры – 835, 4, 64 или 128. Есть и поддержка наносима, а то там многие паниковали, прочитав про eSIM. Купившим смартфон традиционно безлимитное хранилище для фоточек в Google Drive, правда конкретно для этого аппарата. Выгоните пиксель и он уйдет, забрав все свои терабайты. Появились в пикселях и чувствительные к сдавливанию грани. Надавил – запустился Google Assistant. Несмотря на то, что в руках у вас сейчас не вторые пиксели, кулачки сами собой сожмутся от цен. Базовая двоечка на 64 обойдется 650 долларов, почти как Galaxy S8, а XL-ка в 850 или 950 за 128 гигов, как Note 8. Такое вот отсутствие переплаты за вторую камеру, да. Первый пиксель хоть и подешевел до 550 за 32 гигабайта, но смысла его брать никакого. Памяти мало, лучше уж доплатить 100 и взять двоечку, ее правда придется подождать – первая партия уже полностью распродана – сроки поставки 2-3 недели. А как вам пикселя? Понимаете, для кого они? Может планируете себе прикупить или таких ждете айфон 10? Пишите в комментариях. Ребзя, случилось страшное и, к сожалению, непоправимое. С этой недели музыка ВКонтакте при заблокированном смартфоне играет всего 1 час в сутки. А для снятия ограничений придется оформить подписку за грабительские 149 рублей. Чертовы капиталисты пробрались и в контакт и отобрали у нас право, наше законное право служить ванну без дверей, флору и кабмайны и прочих наших любимых исполнителей бесплатно. Неудивительно, что сеть забурлила, как вскипевший чайник. Но Лакей и Капиталы не собираются останавливаться и уже скоро фоновое прослушивание обрежут до 30 минут. Придуровя такого не было, он хоть и убрал стену, но до такого не скатился. Ну а если серьезно, стриминговые сервисы это прекрасно. Лучшее, что случилось в музыкальной индустрии со времен изобретения CD дисков. Удобно и дешево. Нет. Я не про тебя, Apple музыка. Как по мне, глупо сопротивляться прогрессу и пытаться скачать MP3 в 2К17. ВК, Deezer, Google Music, Apple Music и прочее к вашим услугам. Плачу за семейную подписку Spotify почти 1000 рублей, хотя им можно пользоваться бесплатно, как кстати и ВК, из браузера играет без ограничений. В конце концов, что такое 149 рублей? Их легко можно отбить, получив кэшбэк от Letyshops с покупки парочки чехлов на Алиэкспресс. И не только отбить, но и возможно заполучить что-то ценное, куда более ценное. В начале года летики разыгрывали Toyota Prado, а на стриме презентации Apple Letyshops отгремели не хуже купертиновцев и надарили подписчикам Вилса и своим пользователям кучу айфонов. Такие раздачи подарков не исключение, а норма, так что кроме гарантированной пользы глядишь и выиграешь что-нибудь офигенное. Красота. Для того, чтобы ничего не пропустить, установите расширение от Letyshops. Оно и о кэшбэке при покупках напомнит, и об акциях и скидках оповестит. Если все еще сомневаетесь, рекомендую попробовать и совершить бесплатный тестовый заказ, убедитесь лично, насколько это просто и удобно. Все ссылки оставлю в описании, там как раз акция в GearBest скидки до 70% плюс кэшбэк. Думаю, многие помнят умную колонку Google Home. У нас она особой популярностью не пользовалась из-за отсутствия поддержки русского языка, а вот у них видать зашла. Косвенно об этом говорит как и то, что Apple устремилась на этот рынок со своим HomePod, так и то, что Google расширил линейку колонок со встроенным ассистентом с одной до трех. Google Home Mini. Девайс размером со 100 граммовый кругляш 40 мм. Может практически все то же самое, что полноразмерная колонка, но предназначен для тех мест, где вы не слушаете музыку. Решили сделать систему умного дома. Тыкать же в каждой комнате довольно крупную Google Home дорого и не особо оправданно, а вот 50 долларовыми миниками можно усеять хоть всю хату и из любого места спросить за погоду и за планы на день. Удобно. Музыку воспроизводить может не по блутусу, а с хромкаста или совместимых с ним девайсов. Качество скорее всего не очень, но для фонового прослушивания будильника подойдет. А теперь представим обратную ситуацию. Вы страстный любитель музыки и вроде как и хотели бы купить себе умную колонку, но звучат они так себе, а вам потовая воздушность и ламповость. Окей, как насчет Google Home Max. Выглядит как по мне хуже Apple'ового HomePod'а, а вот звучать скорее всего будет лучше, пусть и не на 360 градусов. Два средне-низкочастотных динамика, два твиттера и акустическая пластина. Все это должно существенно улучшить звучание в сравнении с и так неплохо звучащим стандартным Home'ом. Благодаря чувствительным микрофонам Max сможет распознавать голосовые команды и во время воспроизведения музыки на высокой громкости. Куда же без машинного обучения? Колонка не только может подстраивать звук исходя из конфигурации комнаты и стилей музыки, но и автоматически регулировать громкость в зависимости от шумового фона. Включили пылесос, у меня аж Максик автоматически увеличил громкость, выключили, утих. Поддерживаются не только гугловые музыкальные сервисы, но и Spotify, TuneIn, Pandora. Поддержки русского языка, как и во всех продуктах с ассистентом нет, но смущает не только это. Стоит Макс будет 399 долларов, это даже дороже эпловой бочечки. Видимо, гугл верит в свои силы и уверен в звуке. Что ж, сравним в декабре, когда выйдут обе эти умные колонки. Не обошлось и без конкурента AirPods, Pixel Buds, автоматическая пауза и автоматическое подключение к любому андроиду, 5 часов автономной работы и кейс-зарядка, сенсорное управление и цена в 159 долларов, где-то мы это уже видели, но гугл не был бы инновационной компанией, если бы не привнес что-то новое. И я не про тряпичный провод между наушниками, а про поддержку гугл транслейт. Работает это так, просим ассистента помочь например с корейским, произносим фразу, смартфон произносит вслух уже на корейском, ваш собеседник произносит фразу в пиксель, а вы в переведенном виде слышите ее из бацов. В общем, пока не вавилонская рыбка из автостопа, но начало положено и судя по отзывам работает быстро хоть и не мгновенно. Единственное НО нужно передавать смартфон собеседнику в руки, так что в некоторых странах попытка узнать как пройти библиотеку может закончиться прощанием со вторым пикселем. Да, с первым пикселем такой способ перевода в бацах работать не будет. Почему? Потому что М маркетинг, Г учится у А. Как это мило. Пока человечество бьется над разгадкой тайн мироздания и задумывается над созданием колоний на Марсе, я же думаю только об одном. Зачем гугл из года в год продолжает клепать свои пиксельбук? Сама концепция хром ОС мне нравится – легкая облачная операционка для тех, кому от ноутбука нужен фактически только интернет, а переплачивать за остальное не хочется. И тут гугл такой – окей, вот вам наш новейший пиксельбук, смотрите как он умеет трансформироваться прям как все эти леновые HP. А еще он весит всего килограмма, толщина всего сантиметр. Мы не знаем зачем нужен мощный процессор в хромбуке, но на всякий случай установили Core i5 или i7 с 16 гигами оперативки, хранилище до 512 гигабайт, чтобы, чтобы просто было. Время работы как везде, часиков десять, просим всего ничего – от 999 до 1699 долларов. Ну да, полторы тысячи долларов за браузер, а что это много? Ну вообще да, гугл многовато и непонятно зачем, за эти деньги спокойно можно купить полноценную рабочую машину на Windows или MacOS со схожими характеристиками. Конечно там не будет поддержки андроид программ, но будет куча другого нативного софта. Отдельная насмешка – это самое лучшее в мире, за 99 долларов перо с задержкой всего 10 миллисекунд. Рисовать им очевидно предлагается в андроид программах, предназначенных для андроид планшетов, а там как известно просто шикарный планшетный интерфейс. Нет. В общем дичь – классная железка, которая толком ничего не может. Хотя… если пиксельбук для гугл – это такая сувенирная продукция, чуток продать фанам, чуток раздарить разработчикам на конференции, то тогда ок, тогда почему бы и нет, могу себе позволить. В кино на этой неделе самый ожидаемый мной фильм 2017 года – Бегущий по лезвию 2049, великолепное продолжение шедеврального фильма Ридли Скотта. Тягучее, медитативное, большевственно красивое кино в невероятно детальных декорациях безрадостного и беспросветного будущего. И все это под нагнетающий и давящий саундтрек Циммера. Фильм не особо старается понравиться, не ждите кучи экшен, сцен, обилие юмора и прочих атрибутов блокбастера. Под видом фантастического детектива нам выдает философскую притчу о любви, о любви к жизни и о создателе. Да, то же самое, что и в первой части. Собственно, в этом единственная моя претензия к фильму, он лишь дополняет оригинал, но не привносит практически ничего нового, кроме, пожалуй, линии, связанной с киберсирией. Режиссер Дэнни Вильнев играет открытыми картами, особо не скрывая посыл за, казалось бы, незначительными сценами. Тут нет цитат из нитши и пробирающих до мурашек монологов. Домысливать ничего не придется, а вот подумать, подумать будет над чем и во время и после. Бегущий очень бережно относится к чувствам фанатов первой части, количество фансервиса зашкаливающее, некоторые сцены один в один, а в саундтреке старательно используются на следе Евангелиса. Парочка рекомендаций перед походом, обязательно пересмотрите первую часть, сиквел с ней очень тесно связан и идите на свежую голову, хронометраж почти три часа и поверьте, это будут отнюдь не самые веселые три часа вашей жизни. Я повторюсь в восторге и чуть позже схожу еще раз, просто чтобы на этот раз отвлечься от сюжета и погрузиться в атмосферу, поразглядывать детали. Музыкальная рекомендация недели, альбом Music and Color от Alabama Shakes, мелодичный, гармоничный микс из классического рока 70-х, соула и R&B с мягким вокалом и парочкой взрывных треков, короче тот случай, когда название альбома идеально описывает его содержание. Солистка просто отпад, нереально зажигательная, по-настоящему рок-н-ролльная баба с татухой штата Алабама на плече, обожаю, не забывайте, что все использованные треки я скидываю в свой телеграм-канал Музкультура, подписывайтесь. Пикселизированная получилась неделя, ну так оно всегда, когда большая компания делает большие анонсы, будет ли следующая неделя разнообразнее. Так, ну если Meizu и Xiaomi не выпустят с десяток телефонов, то все шансы есть, так что чтобы не пропустить подписывайся на канал, ну и о лайках не забывайте, за работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok